Я как заядлый дачник, москвич, поехал в Москву и вернулся обратно в Калифорнию, ну, чтобы посмотреть, что у меня тут на даче в Калифорнии происходит. Приезжаю, у меня много что было, ну, как у дачника обычно, лопата, виллы, сапоги, там, много всего для сада. Приезжаю, у меня там был трейлер, сарай, бытовка, которую я сам построил. Ну, и подъезжаю к участку, смотрю, что-то много, чего не хватает. Захожу, трейлер открыт, сарай открыт, все разграблено, вот. Поехал в местную полицию рядом с дачей и говорю, ребят, тут вот меня обокрали, украли много вещей, что делать. Ну, они там что-то записали, там у меня много чего было на самом деле, потому что я купил какой-то холодильник, это что-то модное у нас, солнечные панели, там какие-то вещи. Ну, ущерб мы бы считали в районе 5000 долларов на все это дело. То есть у меня даже есть чеки на то, что я покупал, когда я там тусил на этой своей даче. Ну, ехал там по своим делам, какие-то работал, там не постоянно на этом участке нахожусь. Где-то спустя, наверное, три недели я приезжаю и просто не верю своим глазам. Вот этот трейлер, старый, вонючий, грязный трейлер, который я просто ставил как сарай, как хранилище для всего барахла, которое там было, он исчез. Он просто исчез. И самое интересное, что там нету стола, который был с дерева такой, куплен, кто знает, здесь в Калифорнии, Home Depot, у нас вот очень модный магазин хозяйственных товаров. Этот стол, он огромный такой, метр два на три, стоял прямо в беседке, и кто-то его тоже украл. То есть нет этого трейлера, который стоял. Трейлер такой здоровый, он не едет, он сломан, он был без аккумулятора. Он 7-метровый, здоровый. Его просто нет, нет стола и нет огромного гриля, на котором я жарил шашлык. Как мы все любим, вот на шампурике, передвигая, попивая баночку пива, там стояли шезлонги. Этого ничего нет. И я недолго думаю, слушайте, ну у меня дача, тут пустынная. Звоню в полицию, говорю, ребят, меня убивают. Они говорят, в смысле, что такое? Я говорю, ребят, меня, наверное, сейчас убьют просто. Я не знаю, все украли, они говорят, в смысле вас убивают? Я говорю, я не знаю, приезжайте. А здесь как-то вот, когда тебя убивают, резко приезжают. А если тебя не убивают, то можно минут 20-30 ждать. 2-3 минуты, просто приехало, наверное, машин 5 здоровых, таких огромных. И, наверное, человек 20 там было полицейских. А ну они знают мою дачу, потому что там один русский в этой территории, это под Лос-Анджелесом. И они там часто наведывались, то у меня там что-то горело, то у меня кто-то деревья крал, то у меня эти, вот эти солнечные фонари кто-то у меня тырил. И они приехали, и там шериф приехал, конечно, он говорит, блин, где твой трейлер? Я говорю, я не знаю, я говорю, ребят, у меня трейлер пропал. И какой-то там парень, полицейский был, он говорит, я видел трейлер какой-то в пустыне там в стороне, в стороне Магаве, есть какой-то трейлер стоит, там какие-то парни тусят, ну, в общем, они туда поехали, они сказали, тебе не надо туда ехать, они поехали, действительно, там было трое человек, двое из парней, которые тусили на моей даче до меня, я им разрешал просто там парковать свой трейлер. Они украли трейлер, они его оттовали, они оттащили его на каком-то другом самосвале, они украли вот этот вот огромный тяжелый деревянный стол, вот этот вот мангал здоровый, двухметровый, тут как мы любим в Америке, опять же, и вот эти мои шезлонги, какой-то пропейн, вот этот вот газовый баллон, все, что было вот там вот стояло, половина вещей там не было, половина вещей, которые я потерял, которые у меня украли до этого, их там не было. Там не было этих солнечных панелей, там не было моего холодильника, телевизора, ну, что-то такое, какие-то вот эти вот детали, но там был этот трейлер, там висел огромный итальянский флаг, я не знаю, откуда он этот итальянский флаг, стояли мои шезлонги, когда полиция приехала туда, нашли их в пустыне, они курили там марихуану, они просто сидели, курили марихуану, и полиция сделала такой небольшой налет, они их там, естественно, арестовали, там валялись везде по всему трейлеру, валялись ножи, валялась марихуана, валялись вот такие вот пули огромные, и два ствола, три маленьких и два огромных. Вот видно, как я там записывал, полицейский перебирал эти ружья, эти ножи, и причем они так сказали, мы их арестовываем, а, они спросили еще, вы хотите их арестовывать? Я говорю, я как бы по барабану, хотите вы их арестовывать или нет, верните мое. Трейлер у меня не едет, они сказали, ну тебе придется его перевести, а потом ты там на суде скажешь, чтобы они тебе выплатили. Я говорю, кто мне будет выплачивать, если вы их сейчас посадите? Трое просто неадекватных людей. Ну и там была маленькая собачка, эту собачку тоже кто-то забрал, то есть там было машин 20 каких-то служб, пожарная, скорая, несколько полицейских машин, какая-то ветслужба, в общем, очень много там было народу. Вот они просто их забрали, они сказали, что тебе надо, бери, если что-то не надо, выкинь там вот просто. Там была машина, еще какие-то тыреные велосипеды, которые не мои, стоял огромный квадроцикл, или как он называется, здоровый такой, по пустыне гоняет. Все, они уехали, я зашел в трейлер, я говорю, тут валялось все просто. На кровати там валялось какие-то пять матрасов, пять рюкзаков, и это все валяется до сих пор. Это машина тыреная, вот которая, на которой, как я понял, ездили эти воры, я вчера перевез на ней обратно себе на дачу, там, 3 мили от дачи до места, где вот это, где это была тусовка. Стоял мой стол, я поставил просто на их машину, перевез этот стол обратно себе на участок и вернул эту тачку обратно. В машине там валялись какие-то военные, военная форма, какие-то фотокарточки военных, я не знаю, кто эти люди, может быть, они бывшие милитари, бывшие военные какие-то, спецслужбы, я не знаю, кто они. Ну, точно, что они ненормальные, точно, что они наркоманы, точно, что они преступники и, как я понимаю, воры. Потому что, ну, то, что там я увидел в трейлере, я даже не мог представить в самом страшном сне. Они там курили траву, они там готовились, они так, перестрелки, у них была целая обойма. Но у меня эти пули валяются по всему трейлеру. У меня по всему трейлеру валяются электронные сигареты, фишки из казино Лас-Вегаса, какие-то шмотки, какие-то документы и все это сейчас. Поэтому я не знаю, может быть, есть какие-то другие дачники, которые в чем-то нуждаются или у тех, кого что-то украли. Пожалуйста, придите ко мне, скажите, у вас не украли ли машину, трейлер, либо велосипеды, которые валяются? И полиция вроде как сказала, что они нас какое-то время арестуют и потом будет суд. Но, опять же, что мне от них надо? Мне главное, чтобы вернули все те вещи, которые у меня были на даче, которые были куплены. Потому что я дачник, я хочу шашлык жарить, я хочу наслаждаться калифорнийским солнцем и хочу радоваться.